ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Этот спектакль имел очень яркую и продолжительную жизнь на сцене. В прошлом сезоне Большой театр возобновил этот спектакль. Но это была непростая реконструкция. И Алексей Ратманский, который являлся автором этого возобновления, этой редакции, он не ставил задачу сделать точную копию спектакля, который был до этого, потому что и время, и танцовщики, и стиль исполнения уже давно ушли. Мы живем в конкретном времени, и поэтому надо было на это делать смысл. Мне очень интересно творчество Войнолова, потому что я нахожу в нем очень много близких мне вещей. Его работа с музыкой, с ритмом, его поиск простых, но очень выразительных. По ритмически это чрезвычайно интересная хореография. Мне приходилось доделывать какие-то куски, чтобы не было резкого шва. Мне хотелось оставаться самим собой, но какие-то сцены я делал, грубо говоря, в современном стиле. Алексей сместил акценты в этом спектакле. И он хотел показать не просто политическую ситуацию того времени, вот то самое эгелите и солидарите, которые были заложены в основу первого спектакля, но хотел показать личность и историю людей конкретных в период французской революции. Поэтому туда была вплетена некая история любви, которая сразу придала тепла и жизни этому спектаклю. Но а хореографические шедевры, которые были в прошлой постановке, они все сохранены в первозданном мире. Это танец Басков, это пододержанная Филиппа и фрагменты Версальского спектакля. Мне кажется, это ключевой танец в этом спектакле. Это, наверное, вот в нем воплощено весь смысл вот этой революции и всего этого настроения. Все, что происходит вокруг, мне кажется, вот этот танец воплощения этого. Баски – это сплошные эмоции. Это музыка, которая заводит. Это темперамент, который просто в переизбытке во время этого танца. И вообще баски – это просто огонь. Это просто пламя. Именно и есть пламя Парижа. Спектакль получился очень ярким и цельным. И сочетание старой и новой хореографии, не находящихся в противоречии друг с другом, придают свежее дыхание этому балету. И я думаю, именно поэтому спектакль «Пламя Парижа» на фестивале «Золотая маска» выдвинут в восьми номинациях. И одна из них – это как лучший балетный спектакль сезона. Алексей Ратманский выдвинут в номинации «Лучшая работа хореографа в балетном спектакле». Исполнители главных партий в этом спектакле – партии Филиппа и партии Жанны – выдвинуты в номинации «Лучшая женская и лучшая мужская роль в балете». Это Наталья Осипова и Иван Васильев. Это наши молодые солисты, но которые уже успели себя хорошо зарекомендовать во многих спектаклях. Это не просто танцы, это не только демонстрация своей молодости, здоровья и физических возможностей, но это серьезные роли, которые надо донести и надо иметь уже определенный опыт, чтобы играть такие партии. Особенную сложность, на мой взгляд, составляет то, что они приняли эстафету в этих партиях от своих, я бы сказал, великих предшественников – это Ольга Лепешинская, это Вахтанг Чебукиани. Поскольку эти актеры засняты в этих партиях, всегда можно сравнить, а так ли вы хороши, как ваши великие предшественники. И ребята выдержали это сравнение. Каждый балетный актер знает, насколько важно находиться в контакте с дирижером, насколько важна роль дирижера в балетном спектакле. И поэтому мне приятно, что маэстро Павел Сорокин выдвинут в этом году в фестивале «Золотая маска» в номинации «Лучшая работа дирижера в балетном спектакле». Этот спектакль прекрасно оформлен. Он замечательно воссоздает атмосферу того времени, причем, на мой взгляд, одинаково хорошо, и дух революционного Парижа, и дух королевского Версали. И поэтому мне приятно, что все люди, которые принимали участие в оформлении этого спектакля, номинированы в различных номинациях, как «Лучшая работа художника», «Лучшая работа художника по костюмам» и «Лучшая работа художника по свету». Это Илья Уткин, Евгений Монахов, Елена Марковская и Данира Смолин.